ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши гости сегодня Захар Юрьевич Иванов, председатель общественной палаты. Добрый вечер. Здравствуйте. А также Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь общественной палаты. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали. В общем-то, итоги работы за целый год, наверное, не такая уж и простая тема, потому что у вас довольно много проектов, несколько тысяч, насколько я знаю, объявлений, заявлений, вернее, было в 2016 году вам подано. Но, тем не менее, наверняка, есть какая-то сухая статистика, которая поможет понять, как вообще общественная палата нашего района наработала в 2016 году. Ну, несколько тысяч я не знаю по количеству обращений. У нас уже второй год больше тысячи обращений, в этом году 1224. Особенность, наверное, этого года, что, несмотря на то, что вопросы в сфере ЖКХ и строительства всегда стояли на первом месте, это было порядка 40%, то в этом году это 65%. Но вопросы здравоохранения, которые стояли на втором месте, они сейчас стоят, существенно снизились. И по сравнению с прошлым годом это было 28%, в этом году это уже 13% от всех обращений с жителями. А какого характера это обращение? Что вообще людей интересует относительно здравоохранения? Ну, чаще всего это вот качество работы амбулаторий, да, которые есть, это чаще всего в поселениях. Флюорограф, который у нас никак не может быть закуплен в Московской области, мы уже дважды обращались в министерство, значит, руководство там сменилось, мы надеемся на ближайшее разрешение этого вопроса. Дальше доступности заведений, как раз к которым можно обратиться, лечебных, поселений в основном. А с чем вы связываете вот это уменьшение количества обращений, именно связанных со здравоохранением? Это открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, или это повышение уровня квалификации персонала, вот по вашему наблюдению, в чем причина? Вот давайте я все-таки здесь скажу я. Ситуация следующая. Здравоохранение у нас все-таки это болевая точка везде. После того, как все полномочия по управлению этой сферой были переданы в Московскую область, ситуацию спасает только авторитет наших главных врачей. Вот действительно, нам района нам повезло с главными врачами. Ну, замечательный главный врач ЦРБ во второй перхушевской больнице, то есть, ну, с которой мы лично общаемся. Ольга Александровна была вообще в общественной палате до избрания на пост депутата. Сейчас в общественную палату губернатором предложен членом Андрей Фадеев. Это главный врач перхушевской больницы. Если бы не они, если бы не энтузиасты, если бы не профессионализм врачей, ну, все было бы достаточно печально. Потому что, как сказала Светлана Геннадьевна, и флюорограф у нас в районе не появился, хотя был обещан в этом году, по-моему, до первого сентября. С онкологией дела обстоят достаточно нерадужно. У нас на заседании общественной палаты присутствовала Ольга Александровна Мясюкевич, которая, вот, скажем так, сделала доклад на эту тему. Ну, действительно, все нерадужно. Мы, как общественники, не можем решить всех этих проблем. Мы можем обозначить. Вот мы написали в Министерство здравоохранения по поводу, когда же это дорогостоящее оборудование все-таки прибудет в районах. Когда будут открыты комбинеты онкологов во всех больших больницах нашего района. Ну, ответ мы пока еще ожидаем. Но самое главное, все должны понимать, что эта тема на слуху у жителей района. На самом деле, очень много вопросов решается, например, по мобильности. Вы знаете, что сейчас есть пункты передвижные, в которые проходят медосмотры. Можно обратиться. И, соответственно, это просто подход к управлению, смену. Вот за этот год. Если мы отойдем от тематики медицинской и вернемся в целом к итогам вашей работы за год, а можете ли какую-то динамику выделить по сравнению с прежним годом, с 2015, по количеству обращений? Ну, по количеству обращений примерно столько же, но прям совсем немного больше, чем по сравнению с прошлым годом. В самом 2015 году у вас было довольно серьезное расширение, так сказать, известности вашей среди жителей района. То есть по сравнению с теми первыми месяцами, когда вы только запускались в новом составе, в новом созыве, а именно количество людей, которые о вас узнали и начали к вам обращаться, существенно еще тогда увеличилось, правильно? Да, в прошлом году было 954, это где-то примерно больше, на 200 с лишним. Ну, 200-300 вращений. Да, на самом деле не так много, но в прошлом году мы провели больше выездных приемов. В этом году мы очень много уже работали с теми вопросами у нас, которые уже накопились, особенно длительными вопросами. Поэтому динамика, конечно, в любом случае есть, но незначительная. Но мы для этого уже не применяли какие-то дополнительные меры для того, чтобы еще обратиться к жителей. Из-за того, что это был, я так понимаю, этап, когда вы начинали работать в новом созыве, когда имело смысл, конечно, заявить о себе в район, рассказать людям о том, что да, мы есть и мы работаем, правильно? Да, и к нам можно обратиться. Но плюс этого года у нас сейчас намного больше личного приема в общественной приемной проходит. Уважаемые телезрители, я напомню, сегодня мы подводим итоги работы Общественной палаты Одинцовского района за 2016 год. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения по работе любой комиссии, любых отдельных лиц Общественной палаты, пожалуйста, звоните. Наш телефон 508-86-84. Ну что же, если возвращаться опять же к итогам нашим. Понятно насчет медицины. Разумеется, как только мы заболеваем, ну куда нам обращаться? Если что-то не работает, то только к общественникам, правильно? А если взять вопрос такой, знаете, более насущный ЖКХ, ведь у нас, конечно же, как всегда, были некоторые сюрпризы при начале отопительного периода. Очень непростой у нас сезон в плане осадков, как снега, так и дождя, обледенений и так далее. А все ли Одинцовцев устраивает в работе жилищно-коммунального сектора? Ну вы знаете, чтобы устраивало все, это, наверное, какая-то сказка, к которой мы, конечно, стремимся, но так на самом деле на нашем веке, наверное, и не будет. Но я могу сказать следующее. Все-таки у нас руководство района, руководство города действительно в данный момент начало, скажем так, в сфере ЖКХ делать улучшения. Много споров вызывает внешний вид центральной площади, где у нас вот, ну, красивые вот эти хвосты, бегемоты и прочее, прочее. Вы знаете, мы как общественники в данный момент должны принимать мнение жителей. Ну и тем, кому не нравится, все-таки они в первую очередь пишут в соцсетях, нам это не нравится. А тем, кому нравится, они улыбнутся на этом китовом хвосте, немножко посидят, так скажем, да? Город убирается неплохо. Это отметила и госинспекция по этим вопросам. Заняли мы, вошли в зеленый сектор по уборкам, скажем так, территории города. Вот, но есть, конечно, определенные недочеты. Еще до сих пор есть, потому что снега, как обычно, выпадает у нас внезапно, гололеды. Но вот даже если посмотреть, вот последние недавние снегопады перед Новым годом. Все-таки Новый год мы встречались с очищенными улицами, с очищенными тротуарами. Да, первые два дня было тяжело, было много аварий. Но, по крайней мере, даже исходя из статистики медицинских учреждений, людей с переломами, связанными с погодными условиями, было меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что убираться стали лучше. Вот, техника новая, я знаю, закуплена. И губернатор нам кое-что подарил для района. Вот, по крайней мере, приятно сейчас в городе ездить после снегопадов через два дня, по крайней мере. Ну что же, а если мы перейдем конкретно к вопросам ваших конкретных акций и ваших конкретных мероприятий? Ну, мы, к сожалению, ограничены по времени, поговорить обо всем не получится. Для этого, в общем-то, у нас есть эфиры в течение года. Но, если, тем не менее, взять, вот, на ваш взгляд, как руководителя, как секретаря ответственной общественной палаты нашего района, самые яркие, самые масштабные, интересные акции, которые, вот, на ваш взгляд, вы проводили за этот год? Вот, конечно, бы очень хотелось проводить акцию «Помоги обманутому дольщику». Хотелось бы проводить акцию «Прими школу в лесном городке построенную». Да, но, к сожалению, как показывает практика, мы можем проводить акцию, например, для детишек с ограниченными возможностями. Вот Секлана Геннадьевна возглавляла штаб по организации этого глобального мероприятия, на котором присутствовало, ну, оно сейчас расскажется, очень много людей с разных районов Подмосковья, именно у нас, именно в нашем парке. И независимо от всех сложностей, что была погода, предвещали дожди, глава района принял решение сделать два дня празднования, то есть, ну, как бы, двое выходных, я имею в виду, в одни выходные и во вторые выходные. И что самое главное, детишки, которые были и в первые, и в вторые выходные, сказали, что и так было здорово, вот, как бы, и так. Да, небо хмурилось тучами, но вот та атмосфера, тот энтузиазм, который не только общественники, а, скажем так, все организаторы этого мероприятия сделали, ну, это красота была. Светлана Геннадьевна, тогда как организатору к вам вопрос, если можно немножечко напомнить вообще, что за мероприятие было? Я даже не знаю, что сказать, потому что, в принципе, все, уже все сказано. А что за ребята были? Исключительно наш район или какие-то другие области были? Нет, были районы, это порядка более 70 районов Московской области. Автобусов приходило огромное количество, это все переставлялось. Это была самая большая сложность принятия вот таких сложных детей. Нам помогали волонтеры различных некоммерческих организаций, и подключились все очень здорово. Причем мы проводили немножко разные мероприятия, буквально с разницей в неделю, потому что первый день мероприятия было перенесено, но некоторые автобусы с некоторых районов все-таки приехали, и мы делали праздник именно для этого. И, честно говоря, наши звезды российской эстрады приехали в первый день, у нас Басков был в первый день, и звезды российской эстрады приехали уже другие на второй день. Ну, все было достаточно интересно, и какие-то моменты... Кто-то даже получил два подарка из ребят. И, наверное, все-таки парк, наша Лазутинская трасса, это очень уникальное место, все были очень удивлены, и на самом деле отлично подходил для этого мероприятия. Поляна перед сценой была заполнена счастливыми детьми, особенно когда было солнышко, они еще и отдыхали, и кушали, и проводили различные развивающиеся мероприятия. Скажите, а вот эти ребята, вы ведь искали и приглашали их с использованием и при помощи каких-то соответствующих организаций благотворительных, правильно? Да, 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 есть областная организация, это Объединение родителей и детей инвалидов, ОРДИП, с которой, в принципе, мы совместно делали это мероприятие, и их члены, и не только, из разных районов, просто по нашему зову и анонсам приехали, и их ряды пополнили, соответственно, ассоциации. А наши, соответственно, администрации, наши какие-то организации принимали участие в этом мероприятии? Конечно, обязательно, это артистские сообщества, это НКО, это наши организации инвалидов, свои площадки ставили, детей приглашали. Наверное, наше количество детей из Отцовского района было гораздо больше, чем из других районов, несмотря на что, и на ближайшие, соответственно, районы. А в организации принимали участие какие-нибудь, допустим, наши управления, комитеты, непосредственно районы? Да, комитет по культуре и спорту. Ну, входили в рабочую группу, и консультационную поддержку организовывали, подсказывали, что нужно, и даже какую-то материальную, техническую поддержку тоже осуществляли обязательно. Я могу вкратце добавить. Мы без них просто не справились бы. И глава района принимал самое непосредственное участие в обоих мероприятиях. Спасибо большое Савилову, Виталию Викторовичу, который действительно как бы там дневало ночевал эту неделю на этой Лазутинской трассе. Ну, действительно, мероприятие было не районного, а, я скажу так, областного уровня. Было у нас еще мероприятие, посвященное празднованию годовщины 9 мая. Мероприятие называлось «Велопробег по местам боевой славы». В мероприятии, как обычно, приняло участие большое количество не только спортсменов, велосипедистов, а еще и простых людей. Не все выдержали сложности трассы. Очень нам помогло отдел ГИБДД по Одинцовскому району. Сопровождение было прямо, ну, на профессиональном уровне все было сделано. В акции участвовало более 100 человек-велосипедистов. Флаги, не только общественные палаты Одинцовского района, различных общественных организаций. Ну, такое было красочное мероприятие. Так, далее. Очень хорошо акция прошла в честь Дня пожилого человека. Нам года не беда и душа молода. Впервые, может быть, в Московской области, вот, общественная палата нашего района устроила такое глобальное мероприятие. Пригласили дедушек с бабушками, оркестр, музыка, горячая выпечка, самовар большой стоял, дымился. Ну, в общем, всем очень понравился. Даже участвовали в спортивных состязаниях, вот, скажем так, люди пожилого, опытные люди пожилого возраста. Я, признаться, припомню, на самом деле, этот материал. У нас съемочная группа присутствовала там, и это, конечно, восторг вызывает, когда откровенно дедушка уже, знаете, повидавший многое и многих, берет и действительно делает в физическом плане вещи, которые собирают вокруг толпу молодежи, которые на это смотрят, в общем-то, с раскрытыми ртами. Ну, это такой основательный советский подход. Это как в другое время. У нас есть звоночек, поговорим с нашим зрителем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я задавал вопрос в прошлом году насчет, вот здесь, в четвертом микрорайоне, организовать зону отдыха. Вроде-то всем было одобрано, все поддержали, но практически там ничего не делается. Лазутинка от нас далеко. Туда ходит только одиннадцатый самый автолайн, и то платный. А у нас где такое прекрасное место, где очень много молодежи гуляет, и где это здоровье для людей. Трасса здесь для пожилых ровная, нету подъемов. Ну, надо помочь. Даже если, я вот с ребятами разговариваю, говорит, если там разрешили бы нам официально, мы даже сами собрались кое-что, сушняг этот повырезали, где-то убрали, вот и все. А что конкретно вы предлагаете там сделать? А я знаю за ответ на вопрос. Ну, вот даже любопытно, что непосредственно вот житель хочет там увидеть. Вы именно хотите спортивные какие-то формы, или действительно парк? Ну, хотя бы, ну, я не знаю, насколько финансы есть. Да вы скажете, что вам интересно, а дальше уже можно посмотреть. Вот вы там, кто-то пришел бы, посмотрел бы, какая прекрасная трасса. Но единственное, что плохо там, весною и осенью, из этих там, и Князича и родники в квадроциклах разбивают там эту трассу, колея, я не знаю, по 30-40 метров глубиной идет. Понял вас. Спасибо огромное за звонок. Вы знаете, довольно интересный момент. На самом деле, потому что зоны именно зеленые, культурные, это то, что во многом люди и вспоминают, как вот самые счастливые места и моменты своего детства. Вот поэтому конкретно объекты знаете, да? Да, конечно. И ваше обращение, и обращение очень многих жителей Одинцовского района, жителей 4-го, 5-го микрорайона, мы все учли и написали запрос и в городскую администрацию, и в районную администрацию. И совсем недавно глава района пообещал на этом месте сделать парк отдыха для горожан, которые не могут добраться до нашей Лазотинской трассы. Ну и для всех остальных. Действительно, место великолепное, но есть, скажем так, определенные нюансы, связанные с принадлежностью земли. Там пока у нас земля, лесное хозяйство. Вот. Сейчас этот вопрос решается. Я знаю, что уже написаны определенные запросы в профильные министерства Московской области именно по этому вопросу. Я не могу вам пообещать, что это будет, может быть, весной, летом, но то, что это будет, и глава именно этим озабочен, я скажу это точно. То есть решение принято уже? Решение уже принято, и парк там будет в любом случае. Так что осталось немножечко, я так думаю, по времени потерпеть. Немножко время, конечно, тревожное в плане кризисов экономических, все остальное. Денег на все, скажем так, не хватает. Но я знаю, что это место будет развиваться. Пускай потихонечку, пускай поэтапно, но там будет парк в любом случае. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Лилия. У меня вопрос по поводу лесного городка, по поводу школы. Вот представители общественной палаты с нами каждый раз ходят на обход с жителями, с инициативной группой. Подскажите, пожалуйста, когда будет школа сдана, какой смысл этих обходов, и почему до сих пор нет никакого результата? В течение уже более чем четырех лет школа не сдается, дети опять должны ходить в вторую школу. Достройщик не может, администрация ничего не делает, глава района обещает, но все время все откладывается. В чем суть этих походов и присутствие общественной палаты тогда? Давайте я тоже отвечу. Проблема лесногородской школы, это большая проблема в Одинцовском районе. Мы как общественники организовали рабочую группу по мониторингу за ходом строительства этой школы. К сожалению, не все так, как мы хотим, но не получается в этой жизни. Я знаю, что мы постоянно организуем, как вы говорите правильно, вот эти встречи, встречаемся на объекте. Есть какие-то сдвиги, и сдвиги уже достаточно серьезные. Сейчас готовность, вернее, школа уже получила заключение о соответствии, но есть определенные замечания. Ну, понятно, что там где-то там три плитки не приклеены, здесь что-то не сделано. В принципе, по сравнению, что с тем, что было, например, даже тем же самым летом, ну, там готовность была, там бетон один везде был, сейчас уже 99, наверное, процентов к завершению. Я знаю, что управление образования совершило системную закупку оборудования. Там уже есть и столы, и парты, какие-то учебники, интерактивные доски. То есть это уже все куплено, все торги отыграны. То есть поставка идет оборудование. Может быть, не все еще привезли в школу, но только по одной простой причине, что пока это, ну, как бы там, пыль, вентиляция и прочее, прочее. То есть школа готова практически. Я, конечно, понимаю, что ее не откроют, как обещали, вот, ну, там, 10-го числа, там, или 15-го января. Вот. Но ее откроют в самое ближайшее время. А если говорить о том, что глава района обещает, вы знаете, если бы глава района строил эту школу, школа должна, за районные, например, деньги там, ну, какое-то финансирование было, школа давно была построена. Школу строит по инвестконтракту Мособлтрест, возглавляемый Самохиным Сергеем Ивановичем. Самохин Сергей Иванович именно по этому вопросу присутствовал в студии. Здесь он тоже говорил в присутствии абсолютно всех, что школа будет сдана до 1-го сентября. По-моему, никак не память не изменяет. Но, к сожалению, как сказать, у нас нету законных рычагов влияния на него. Экономический кризис прикрывается тем, что, скажем так, есть у нас определенные застройки, где есть тоже не обманутые, а, скажем так, дольщики, которые ждут очень долго в своей очереди квартир. Там тоже вот больной момент. Ну и получается, что сейчас в данный момент ни у министерства строительного комплекса, ни у района администрации нету рычагов влияния на это все. Как только, например, перенаправят что-то на школу, тут же начинаются вопросы у дольщиков, той же самого Вальдемироля из Умрудной долины. То есть вот здесь вот такая ситуация. Но школа почти достроена. Я думаю, как вы говорите, действительно процесс не то, что сдвинуться с мертвой точки, он, в общем-то, на финишной прямой. Да, на финишной прямой можно я скажу. Мы сегодня буквально получили ответ на наш запрос, который ближайший. Официальный ответ на наш запрос по поводу срока установки оборудования, который нас очень сильно волнует, особенно вентиляционное оборудование, бассейн. То, что мы понимаем, что спусконаладка, это должно проходить очень долго. И сейчас застройщик отвечает и дает реальный срок, что все оборудование будет установлено окончательно уже. И отлажено, как строители говорят точно, до 28 февраля. Это крайний срок. То есть, если это недостатки по акту, который сейчас получил застройщик, соответственно, сразу они получают документы о водоэксплуатации. И никаких препятствий уже не должно быть для того, чтобы 1 сентября запустить. Мы уже за эти просто годы вникли в некоторые детали, которые, может быть, не являемся специалистами, но волей-неволей приходится. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Меня зовут Чеплыгина, Вера Александровна. В декабре 2015 года, это год и месяц назад, я звонила по поводу электронных табло на остановках. Мне пообещали, что сейчас Новый год, но после Нового года они заработают. Прошел год и месяц, единственное, что сделали, это вообще выключили их. Так что же с табло? Интересная ситуация. Причем надо заметить, что электронные табло, действительно, ну их сложно переоценить, они безумно полезны. Вы знакомы с данной ситуацией? Да, да, да. Вера Александровна, припомним ваш звонок по этому вопросу. Вот, написали мы обращение главе городского поселения Одинцова, был получен ответ, что, ну вот пока эти табло висят у нас, да, они еще не выработали срок своего действия, так скажем. Поэтому просто так вот списать, выкинуть, ну как бы нет возможности никакой. Вы сами знаете, что у нас до недавнего времени в районе развивались космические технологии, вот, и вот эти табло были установлены именно по тем программам. Сейчас в данный момент, как вы правильно сказали, чтобы хотя бы даже электричество не тратить на эту неправдивую информацию, которая на этом табло размещена, вот их просто выключили. Какое-то решение будет, вот, но вот какое решение, все-таки вот надо задать вопрос главе города, и я прямо этим вопросом озабочусь. Оставьте, пожалуйста, контактный телефон, в течение недели я вам на этот вопрос отвечу. Ну, то есть принципиальный отказ пока по табло получим, да. Ну, понятно, что, в общем-то, что-то где-то не срослось, я так понимаю, там во многом все-таки это вопрос не столько, знаете, здравой логики, когда действительно есть потребность, да, у горожан, и, соответственно, этот вопрос как-то решается. Это скорее вот именно какая-то такая накладочка технического характера. Ну, идея здравая, но чтобы ее обратно запустить и сделать правильно, нужно, опять же, финансирование, которого сейчас в данный момент бюджет не заложен. Я знаю, что общественная палата принимала участие и сейчас принимает еще в одной довольно громкой акции. К сожалению, не так давно, вы знаете, у нас произошел пожар в Одинцово, в новогодние каникулы, это, в общем-то, наше Можайское шоссе, дом номер 108, несколько квартир там выгорело на четвертом, если это не шесть, пятом этаже. Наша съемочная группа, в общем-то, беседовала как раз таки с людьми, которые пострадали от данного пожара. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим зрителям данный материал посмотреть. В новогодние праздники крупный пожар произошел и в Одинцово. Взгорание в доме номер 108 по Можайскому шоссе уничтожило несколько квартир на четвертом и пятом этажах. Беда пришла и в семью Марины. Сейчас многодетная мама временно проживает в стационаре с тремя детьми. Что делать дальше, не знает. Мне некуда привезти сейчас детей после больницы. Вот единственное, что я переживаю. Потому что мы с мужем живем ради детей, все делали для них, а остались без ничего. Вот просто вот. Я вот чисто из-за этого только переживаю. Мама! Мне не хотелось, чтобы у них стресс был. Потому что у меня маленькая еще даже не знает, что... Она даже говорит, когда папа приедет, когда домой пойдем. Глава района Андрей Иванов провел экстренное совещание. Он предложил всем муниципальным служащим направить свою зарплату за рабочий день на помощь погорельцам. Уверен, что все мои коллеги отнесутся к этой инициативе с пониманием и перечислят средства в кратчайшие сроки. Сейчас наша основная задача мобилизоваться и всем вместе помочь жителям, которые оказались в трудной ситуации. Напомню, что в результате пожара пострадали 13 человек, в том числе и шестеро детей. Их оперативно доставили в Одинцовскую ЦРБ и 123-ю клиническую больницу. В больнице очень хорошо нас приняли, очень хорошо врачи, очень внимательно смотрят за моими детками. Спасибо им большое. Специалисты настаивают, чаще всего в новогодних пожарах виноваты сами люди. В праздники многие используют пиротехнику, а она становится весьма опасной в руках нетрезвого человека. Кроме того, пожары возникают и из-за самодельных обогревательных устройств. Часто просто-напросто загорается проводка. Ну что же, вот такая довольно жуткая в общем-то ситуация не так давно у нас произошла. Мы сейчас вернемся к этой теме, а сперва примем еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Два года назад на такой же встрече было обещано строительство нового ЗАГСа. Как сейчас обстоят дела с этим вопросом? Потому что наш ЗАГС не выдерживает никакой критики. Хотелось бы узнать. Спасибо большое за звонок. Ну, в общем, ЗАГС, да, Совет и Любовь, при этом там же, в общем-то, к сожалению, и похороны. Давайте определим. Действительно, это место довольно утилитарного характера. То есть, понятно, что люди, которые, например, туда приходят расписываться, они, конечно, хотели бы, чтобы это все происходило в каких-то действительно торжественных условиях, при красивых декорациях и так далее. Ну, наш ЗАГС критикуют. Есть ли какие-то подвышки при организации нового или реконструкции этого? Вы знаете, первое, ЗАГС это все-таки федеральная структура. Во-вторых, наш ЗАГС, ну, скажем так, критикует, это мягко сказано, потому что я считаю, что это, в принципе, позорище в центре города Одинцова иметь такое помещение определенное. Два года назад в эфире, я тоже помню прекрасно, что был такой вопрос, связанный с ЗАГСом. Мы написали запрос в областное управление, где был получен ответ, что в скором времени у вас на территории района в красивейшем месте с красивыми залами откроется ЗАГС. Он открылся действительно в Барвихе, Лакшери Вилодж. Каждый житель района может подать туда заявление. Там, конечно, эта услуга сколько-то стоит. Я вот как бы я просто сам женат и не планирую в ближайшее время еще раз повторять эту процедуру, поэтому как бы красивые залы, красивые фотографии. Я знаю, даже несколько пар вот в этом году в Новый год обручились вот именно там. Поэтому нового ЗАГСа, я так понимаю, в центре города в ближайшей перспективе построено не будет, в ближайшей перспективе. Но мысли все-таки витают, потому что есть определенные инвест-проекты, которые еще именно проекты. И в одном из них все-таки планировалось помещение для большого, красивого ЗАГСа. Фотографии можно хранить веками потом после, вот понимаете, да? Но это пока только исключительно проекты. Другой информации у нас пока нет. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Филиппова Светлана. Я хотела бы вот задать вопрос, по поводу детского сада. Хотя я так поняла, что уже на данный вопрос отвечали. Но у меня такая ситуация, что мы живем в 8-м микрорайоне, у меня двое детей, которых я воспитываю одна. и маленькой дочке 3 марта будет 3 года. Мне, соответственно, нужно выходить на работу. И в 8-м микрорайоне всего два детских сада муниципальных. 23-й и 77-й. И в один мы по электронной очереди там 264-й, в другой 244-й. Как бы понятно, что, возможно, мы не сможем попасть. Я писала запрос в управление образования, и мне дали ответ, что могут предоставить место два детских сада, указали, но они территориально находятся в Кубинке. То есть это понятно, что ребенка туда возить это очень сложно. Понял ваш вопрос. Спасибо большое. Я, честно говоря, озадачен. Я помню, что в прошлом году как раз-таки очень большим достижением районных властей было то, что очередь в детские сады прошлого года была закрыта полностью. Понятно, что Новый год, прирост населения, но ведь и детские садики новые тоже открываются. Очередь все равно приходит, и вы видите, что ребенку исполняется только 3 марта 3 года. И максимальная очередь закрывается в сентябре. Ну, когда уходит поток, и закрывается очередь в сентябре. Само прекрасно понимаю, у меня в самом такая же ситуация. Мы в детский сад не ходим с младшей. Но тут на самом деле огромная просьба ставить контакт, и мы рассмотрим именно этот вариант. Почти все вопросы были решены максимально удобно. Да, но я все-таки хотел поправить. Не мы рассмотрим, а мы поможем организовать либо встречу, либо... Мы рассмотрим обращение. ...обращение занесем к начальнику управления образования Ольги Ивановны Ляпистова, которая всегда, в принципе, с вниманием относится к частным ситуациям. А эта ситуация действительно исключение из общих правил. Возвращаясь к нашей предыдущей теме, к материалу нашего сюжета, это пожар жуткий на самом деле. Начинать Новый год с того, что ты остаешься на улице, это жутко. Никому не пожелать. На самом деле, вот те картинки, которые мы сейчас видели, это еще не самое страшное. Мы буквально сегодня были на объекте, и это просто удручающе на самом деле. Если не разбираться глубоко, как строители еще по возможностям, то страны кажется, что там восстановить уже ничего невозможно. Я так понимаю, вы, собственно говоря, как общественная палата включились в эту работу и также собираете средства и помощь. Правильно я понимаю? Первое. Я считаю, что общественная палата создана не только для того, чтобы решать какие-то системные вопросы, а чтобы решать исключительно вот такие. Это большое ЧП, и ЧП у нас действительно районного масштаба. То, что там внутри, это не подается никакому описанию. Действительно, сюжет даже не повторяет одного процента от того кошмара, который есть там. Действительно, у нас многодетная семья, которая находится сейчас в сложнейшей жизненной ситуации. Мы, как общественники, эту ситуацию не оставили в стороне. Была создана экстренная рабочая группа, куда забошли энтузиасты. Был создан штаб по сбору средств и помощи, вплоть до того, что у нас есть список тех вещей необходимых, которые нужно малышке полтора года. Какие там худунки, и прочее, то есть мы сейчас в данный момент уже два дня ведем большой сбор. Собрано уже значительное количество денежных средств. И могу сказать одно. Тем людям, которые думают, что они здесь в этой стране никому не нужны, что никто им не придет на помощь, я считаю, что это не так. Действительно, открытнулось такое огромное количество людей, чтобы помочь вот этим погорельцам, которых на самом деле я вот прилично их не знаю, да, как бы. И мало кто знает, но вот, скажем, обычные российские одинцовские семьи. Такое огромное количество людей, что даже, вот честно сказать, наша небольшая комната, общественная приемная, забита до потолка просто. Сейчас мы очень плотной связи непосредственно с родителями, ну, то есть, как бы, вот как раз с погорельцами, принимаем любые пожелания, там и продукты приносят, и продукты такие, значит, с хорошими сроками годности. Понятно, что мы и средства собираем. Есть у нас открытый отдельный расчетный счет, куда должны, соответственно, приходить эти деньги. Мы не фонд, мы не какая-то благотворительная организация. Все, что мы соберем, за каждую, мы все отдадим полностью. У нас на сайте общественной палаты будет весь список благотворителей, но без указания фамилии, понятно, да, там имя, отчество, значит, первая буква. Укажем, кто, как помог. И я могу сказать, что у меня гордость берет за мой город, за мой район, что действительно столько неравнодушных людей. Спасибо вам огромное. Очень. И, уважаемые телезрители, я отмечу, что люди действительно попали в ситуацию, которую лишнее будет абсолютно комментировать. Все прекрасно понимают, что такое пожар. Остаться зимой, тем более, там есть действительно ситуация с многодетной семьей, но любой семье, любому человеку остаться зимой, в общем-то, в начале Нового года на улице без средств к сосуществованию, без крыши над головой, это ужасно. Я думаю, что любой неравнодушный запросто найдет контакты нашей администрации, Одинцовского района, который сейчас ведет очень активную работу по сбору гуманитарной помощи, денежных средств. И я уверен, что сейчас общественная палата также предоставит свои... Ну, можно обратиться также на горячую лень, он прокомментирует, где и что можно принести. Телефон у нас есть на сайте общественной палаты, но могу еще вслух произнести. 8-985-151-30-77. Оператор расскажет, куда, что, можно, в какое время принести. На самом деле... Если можно вас попросить, я уверен, что люди сейчас записывают. Давайте повторим, конечно. Хорошо. 8-985-151-30-77. И вы рассказывали, что сейчас оператор расскажет. Нас на самом деле очень удивила активность. И понятно, что часто приносят одно и то же. И мы взяли изначальное обязательство помочь многодетной семье, для нас это как бы социальная поддержка, но мы сейчас уже имеем контакты всех пострадавших. И те, кто могут, уже сами приходят к нам в общественную приемную и выбирают, что им нужно по потребностям. И хочу сказать, наша задача, несмотря на такую большую активность, чтобы все вещи, кроме средств, соответственно, тоже, были потрачены на благо. Если что-то остается, допустим, 10 курток мы получим, мы все равно их примем. И у нас при общественной палате есть совет НКО, общественных организаций, которые активнейшее участие принимают сейчас также в сборе средств и помощи и работают в благо готовят сейчас помещения для приема многодетной семьи. И вот именно этим советом мы принимем решение, какие, если вещи какие-то остаются, как их распределить нуждающимся. Списков у нас тоже много. Я хотела сказать такую историю, которая, наверное, душесчипательная, которую, может, не мне рассказывать. Наши ребята, которые работают на сборе, к ним сегодня пришел погорелец, который совсем недавно потерял семью в пожаре. Он пришел, принес вещи и объяснил, что он прекрасно знает, что это такое. Дал советы, как работать как раз с гарью, с этим налетом, что с этим можно сделать, как лучше начинать ремонт, с чего это начинать, и просто до слез. Было это человек, который потерял семью, и слава Богу, что именно в этом случае все остались живы. А все остальное мы вместе, я думаю, решим. Это известно, русский человек всегда объединялся с ближним своим именно в моменты испытаний, в тяжелые минуты. Так что я уверен, что здесь, в общем-то, ситуация ровно такая же. Конечно. Конечно, безусловно. Ну что же, я благодарен, что вы к нам сегодня приходили. Уверен, что когда мы в следующий раз с вами будем разговаривать, уже о планах на 2017 год, о первых результатах 2017 года у нас в общем-то найдется, чем и гордиться, да? И что хорошего друг другу сказать. Спасибо, что приезжали. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы подводили итоги работы общественной палаты за 2016 год. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните по телефону 508-86-84 нам в редакцию на протяжении недели или же напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте. Там имеется весьма удобная форма обратной связи. Кроме того, адрес электронной почты, на который можно написать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю.